В маленькой шведской деревушке жил мальчик по имени Нильс Хольгерсон. Дважды два, четыре. Дважды три, пять. О, уехали одни на ярмарку. Дважды два, четыре. Дважды три. Нильс учит урок. Вот и сейчас он уселся за стол, раскрыл книжку и принялся глядеть в окно. А там за окном весело. Бежали мутные ручьи, разливаясь широкими озерами. По теплым мартовским солнцем снег уже растает. Выбор материала был не мой. Это было предложение Юрия Абрамовича Башмета. Но я считаю, что это прекрасный материал. Я очень рада, что эта сказка случилась в моей жизни. Возможно, я бы сама про нее не вспомнила. И не знала бы, как к ней подступиться, потому что она большая, сложная. Там столько событий. И очень жалко сокращать. Но, к сожалению, такие условия у нас, мы в таком жанре работаем, что ее нельзя преподносить целиком. Это должна быть какая-то адаптация. Поэтому постарались сохранить основные сюжетные опорные точки. Послушай, Нильс, отпусти меня на волю. Я дам тебе за это золотую монету. Монету? А что ж, монету, это неплохо. Давай монету, а впрочем, подожди. И шиковой быстрый. А может, мне одной монеты мало? Давай так. Ты дашь мне монету. Это раз. Выучишь за меня все уроки. Это два. А три. Ага, вот это затрещина. Я совершенно не помню, какие у меня любимые были сказки в детстве. Прям совсем мне это стерлось из головы. Правда. Я сейчас с другим оркестром, правда, читаю сказки. И мои любимые – это «Спящая красавица» и тоже там красивая музыка Чайковского. И сейчас у меня особенно теплые отношения с «Алисой в стране чудес». Ну, это естественно, потому что эта сказка всегда меня сопровожает с детства. И как-то я так ревностно отношусь ко всем сценировкам «Алисы». Мне кажется, это же про меня, что они могут понимать. Поэтому я была очень рада, когда у меня появилась возможность сделать свою версию этой сказки. И музыкальную, в первую очередь, версию, поработать со самым разным музыкальным материалом. И сделать про то, про что мне кажется она. Про то, как важно. Здесь, кстати, тоже эта тема есть. Как все-таки хочется быть человеком. И Алиса тоже про это же. Как важно знать, кто ты есть. Да ведь это же я! Я! К нам! Она заколдовала меня! Превратилась совсем в крошечного! К нам! К нам! Прости меня! К нам! Прости! Я больше не буду! Я любила фильм «Три мушкетера». Вот это я помню. Ну вот. Но я уже была не совсем. Я уже в школе училась, когда ее любила. А так с детства сказок нет. У меня не было. У вас сын. Да. Он с вами гастролирует или он учится в школе? Он учится в школе. Он со мной гастролировал, как бы он учился. Вот странно. Птицы стали огромные. А самое удивительное было то, что Нильс понимал теперь, о чем они говорят. Как только Нильс показался на бороде, беду спаснулся на изгородь. А-а-а-а! Посмотрите на Нильса! Он стал совсем крошечным! Да, я стараюсь держать баланс между своими отъездами и пребыванием дома. Это очень важно. Чтобы я бы соглашалась на все свои работы, конечно. Мне бы дома не было. Но кому это нужно? Мне семье точно не нужно. Поэтому я выбираю только самые интересные проекты. И интересные гастроли. Вот как сейчас, например, 8-й международный музыкальный фестиваль. Белый отстает! Он должен знать, что летать быстро легче, чем летать медленно. Вперед! А-а-а! Не обыкайся! Белый опускается вниз! Он должен знать, что летать высоко легче, чем летать низко. А-а-а! Может быть, я успею в перерыве, потому что вечером я пойду на концерт тоже послушать. Надеюсь, что я в перерыве успею прогуляться. У тебя холодно и сегодня. Придержи язык, нинь, не суся ты со своими советами. И домашний гусь Мартин, яростно взмахнув крыльями, поднялся с земли и скоро догнал Старин. Тяжело, конечно, с детской историей работать тяжело. Конечно, удержать детское внимание в тысячу раз сложнее, чем внимание взрослых людей. Это особенности, это специфика, это... Нельзя сказать, что ты по-другому для взрослых выкладываешься. Нет, тоже... Ну, то есть, меньше выкладываешься для взрослых. Нет, для взрослых не меньше, но это другой градус со всем существования. А для того, чтобы удержать... И донести, удержать внимание детское, для того, чтобы донести что-то до детской аудитории, требуются другие ресурсы. Но у меня действительно большой опыт. Причем опыт не просто детских спектаклей, кроме детских, обычных. У меня большой опыт моноспектаклей детских. Это не у нас в театре, где я работаю в Москве, в практике. У меня два детских моноспектакля, правда, у нас зал существенно меньше. Но, тем не менее, там я вижу каждого ребенка. И я должна во время спектакля с каждым из них вступить в какой-то контакт и заключить какой-то договор внутренний. Это большой опыт. Гроздова Валерия. Юлия Навалова. Публика как раз очень тепло принимает мои проекты. Очень тепло. Куда бы мы ни приехали, я слышу всегда очень много хороших слов. И я вижу, как зритель скучает именно по таким работам, по таким впечатлениям.